Здравствуйте! В эфире итоги недели. Меня зовут Владимир Антошкин. В рамках этой программы вспоминаем наиболее заметные события минувших семи дней. Вкратце о сюжетах нынешнего выпуска. В сентябре кумертаусцам предстоит избрать депутатов Госдумы. На минувшей неделе президент подписал указ о проведении выборов. Трудовые отряды, дворовые площадки, загородные и пришкольные центры. Первая смена детского отдыха подошла к логическому завершению. Запенили площадь советов, громко слушали музыку. В кумертау отметили День молодежи. Инвестор Александр Махров в рамках рабочего визита посетил с инспекцией стройку маслозавода в селе Маячный. В состав делегации также вошли градоначальник и директор завода. Участники осмотрели производственные цеха и строящиеся объекты. Напомним, технический запуск первой линии производства состоялся 21 июня. Пусконаладочные работы продолжаются. 22 июня в России это День памяти и скорби. В этот день в 1941 году на территорию СССР вторглись немецко-фашистские захватчики. Началась Великая Отечественная война. Во всех регионах 22 июня прошли памятные акции, были приспущены государственные флаги. В кумертау у Вечного огня поддержали всероссийскую акцию «Свеча памяти». В ней приняли участие ветераны, волонтеры, правоохранители и простые горожане. Акция началась с минуты молчания. К монументу боевой и трудовой славы принесли цветы. Рядом из свечей выложили надпись «Мы помним». Кроме этого, в Историко-Краеведческом музее провели собрание с участниками боевых действий и ветеранами при поддержке волонтеров. 22 июня в День памяти и скорби Историко-Краеведческий музей принял участие в республиканской акции «Единый урок мужества». Она является составной частью Международной вахты памяти «Нас миллионы панфиловцев». Акция начала свою работу осенью 2015 года в Оренбурге и, пройдя по всей стране, дошла до нашей республики. Сам термин говорит о том, что мы должны передавать память о Великой Отечественной войне, о вкладе нашего советского народа в победу, о тех героях, которые защищали отчизну, которые не жалели жизни своих, погибли на фронтах Великой Отечественной войны, которые строили наш город, участники Великой Отечественной войны, которые уходят. И мы должны эту память беречь, сохранять и передавать ее последующим поколениям. На мероприятие были приглашены участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны и волонтеры Молодой гвардии «Единой России». Сотрудники музея напомнили гостям о военных событиях прошлого и процитировали специальное обращение того времени к войскам. В торжественной обстановке члены Союза воинов-интернационалистов города Кумертау передали музею свое знамя. Также в зале музея из свечей была выложена цифра 1418. Столько дней длилась Великая Отечественная война. Каждому пришедшему было предложено зажечь свечу. По словам руководителя музея, эта традиция призвана напоминать людям о событиях прошлого. После мероприятия гостей пригласили на выставку, представленную музеем республиканской боевой славы. Посетители смогли увидеть стенды с фотографиями, документами и вырезками из газет, в которых говорилось о наших земляках, ушедших на фронт из Башкортостана и принимавших участие в Сталинградской битве. Помимо этого, на выставке были представлены обнаруженные во время раскопок личные предметы, принадлежавшие солдатам, а также архивные данные, соответствующие событиям и истории найденных вещей. Мы музею нашего города дарим книгу башнистам «Вперед! Великой Отечественной войны» 1941-1945 годов. Она будет очень полезна в вашей работе. Спасибо огромное. Далее участники мероприятия были приглашены к монументу боевой и трудовой славы, где состоялся митинг, посвященный 75-летию начала Великой Отечественной войны. Выступили почетные гости из администрации и руководителя организации города, выразив благодарность всем участникам боевых действий. Наверное, 22 июня 1941 года тоже был такой солнечный, ясный день, и никто не ждал войны, никто не хотел умирать. Очень важно сегодня сохранить историю войны и передать ее молодому поколению. Самыми тяжелыми, наверное, стали самые первые дни войны, вот эти июньские, июльские дни. Поэтому вечная память тем, кто сложил головы за нашу свободу, за наше мирное небо и за нашу страну. Благодарю всех тут стоящих товарищей, которые пришли. Почтить память тех 27 миллионов жизней советских людей, которые потеряли Великую Отечественную войну. Вот сегодня мы почитаем их память, сегодня мы скорбим перед ними. В завершении митинга для гостей прозвучали гимны Башкортостана и Российской Федерации. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу боевой и трудовой славы. Когда началась война, мне было всего 7 лет, но я помню в деталях те 4418 дней, которые были связаны со всем, что пережил наш весь советский народ. Мы прекрасно помним замечательные слова, сказанные «Родина, мать зовет». Она касалась не только взрослых, но она касалась и детей. Голод, лишения, непосильный труд. И главная оставалась надежда о том, что все это будет пережито, о том, что все это останется позади. И советский народ заживет счастливо. 22 июня 1941 года. Черной меткой врезалась эта дата в сердца, навсегда изменив жизнь миллионов семей нашей огромной страны. Самая короткая ночь. Ночь величайшего мужества, воли, героизма. И не было в мире темнее и короче этой тяжелой июньской ночи. В День памяти и скорби в районе состоялся торжественный митинг. На территории Аллеи Славы в центре Ермолаева, где собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, школьники, педагоги, представители трудовых коллективов, предприятий и учреждений. Гостей поприветствовал председатель Совета района Леонид Богатырев. И напомнил всем о трагических событиях прошлого. В Великую Отечественную войну беспощадно сражались и кургазинцы. Свыше 10 тысяч наших земляков были призваны на фронт. Из них свыше 4 тысяч не вернулись домой. С каждым годом людей, кто воевал, восстанавливал нашу малую родину, становится все меньше. Оставшимся в строю ветеранам войны и тыла нужно сегодня уделять заботу и внимание. Главное, чтобы мы знали и никогда не забывали о том великом подвиге, который каждый из них совершил в годы войны. На митинге выступили и другие почетные гости. Председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных и правоохранительных сил района Алексей Тарасов и первый заместитель главы администрации Тюльганского района Оренбургской области Игорь Круглов. Также творческие коллективы района исполнили хореографические номера тематической направленности. Мне кажется, порой, что солдат С кровавых не пришедшие полей Продолжение мероприятия состоялась в церемонии возложения цветов к памятнику. Далее всех собравшихся пригласили на площадь районного дворца культуры, где прошло торжественное открытие бюста нашему земляку, герою Советского Союза Анатолию Хохлову. С речью выступил глава администрации района. Это знаменательное событие прежде всего дань памяти и уважения соотечественников ратному подвигу скромного человека, нашего земляка, который внес значительный вклад в приближение победы Великой Отечественной войны. За мужество и отвагу, проявленные Анатолием Ивановичем Хохловым, в суровые годы Великой Отечественной войны ему присвоена высшая государственная награда Герой Советского Союза. Тем самым он принес заслуженную славу родному району и республике. Ахат Кутлу Ахметов вручил благодарственные письма администрации района за работу над созданием бюста и за оказанную спонсорскую помощь в установке, а также за выполнение работ по благоустройству территории сквера. Свою признательность главе района и куюргазинцам выразил председатель Республиканского совета ветеранов войны Валерий Шарипов. Он впервые посетил район. Слова благодарности на открытие прозвучали и от дочери героя Надежды Поспеевой. Мы все родственники, друзья и близкие гордимся, что малая родина не забыла нашего отца, героя Советского Союза, Кохлова Анатолия Ивановича. Он был скромным человеком. Вы знаете, была как-то заметка в газете «Советская Башкирия». Это было, наверное, 95-й год или попозже после смерти его. Корреспондент Александр Мамаев писал, что он жил по соседству с Анатолием Ивановичем. Дядя Толя, дядя Толя. И потом только узнал, что дядя Толя, оказывается, принадлежал группе отважных разведчиков, о которых ходили легенды в дивизии. В завершение мероприятия почетными гостями были возложены цветы к бюстам героев-земляков Арсланову и Хохлову. Ты же выжил, солдат, каждый раз умера. Крой друзей, королев, и коль на смерть стоят. На минувшей неделе президент Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 18 сентября. В Комертал в этот день пройдут еще и выборы депутатов в Совет городского округа. Об особенностях нынешней избирательной кампании нашему корреспонденту рассказал председатель территориального избиркома Михаил Подковка. Выборы на территории города Комертал состоятся 18 сентября. Официально на основании 20-го федерального закона 3-е воскресенье сентября в 2016 году считается единым днем голосования. Территория города Комертал входит в 7-й Салаватский одномандатный избирательный округ. Всего 14 районов с общим количеством избирателей 492 тысячи. В этом году обязанности окружной избирательной комиссии возложены на территориальную избирательную комиссию города Комертал. По городу Комертал насчитывается чуть более 50 тысяч избирателей. Это граждане старше 18 лет, которые имеют право голосовать. Всего в Государственный Думу Российской Федерации будет выбираться у нас 450 депутатов, которые будут распределяться по федеральным спискам от политических партий и по одномандатным избирательным округам. Всего получается у нас 225 одномандатных округов по всей территории Российской Федерации. У нас, как я уже сказал, будет 7-й Салаватский одномандатный избирательный округ. В нашем избирательном округе зарегистрировано 491 тысячи 497 избирателей. Максимальное количество их подписей, представляемых в окружную избирательную комиссию, в соответствии с пунктом 1 частью 2 статьи 47-й, 15 тысяч 482. Каждый гражданин Российской Федерации имеет пассивное право участвовать в выборах и может баллотироваться депутатом в Госдуму по достижению 21 года. На территории Салаватского одномандатного округа любой гражданин может зарегистрироваться и выдвинуться от политической партии, в том числе и самовыдвиженцы. Самовыдвиженцы также могут в течение 25 дней после объявления выборов выдвинуться и подать документы в окружную избирательную комиссию для участия в избирательном процессе. В течение 35 дней в политической партии распределенные одномандатники, так скажем, могут принести документы в окружную избирательную комиссию. После чего в течение 10 дней окружная избирательная комиссия рассматривает эти документы и осуществляет регистрацию. Всего на территории Российской Федерации зарегистрировано чуть более 70 политических партий, но 14 из них имеют возможность без сбора подписей выдвигать свои списки для участия в предстоящих выборах. Это те партии, которые были допущены в предыдущем созыве Госдумы при распределении мандатов, а также прошли трехпроцентный барьер. Общее количество депутатов от республики в Госдуме будет зависеть от того, как избиратели проголосуют за партийные списки. Нынешнее общее образование предлагает школьникам изучать физику или химию только в старших классах. В сфере дополнительного образования в свою очередь решили дать возможность и младшим школьникам приобщиться к техническим дисциплинам. Реализуется это в Центре дневного пребывания и носит гордое название «Детский технопарк». Насколько это все интересно самим детям, попробуем разобраться в рамках следующего репортажа. Технопарк в Центре детского творчества в самом общем представлении это пока несколько аудиторий, в которых дети приобщаются к техническим дисциплинам. Например, собирают электрические цепи, постигают смысл простейших химических реакций, физических явлений. Всего шесть научных лабораторий. Как вы полагаете, если полоска бумаги притянулась к этой волшебной палочке, значит, как они зарядились у нас? Вы только что с вами об этом говорили. Положительно и определенно. Совершенно верно. Детям не только дают возможность понять теорию через практические опыты, им предлагают самим выступить в роли ученых, создателей и, например, сделать собственную модель космического объекта. В нашей лаборатории ребята делают космические объекты, макеты космических объектов из бросового материала. Работаем именно с бросовым материалом, с картоном, с пузырьками пластмассовыми, проволокой. Из этого ребята сначала придумывают свою идею, исходя из названия их конструкторского бюро. Собственно, технопарком этот проект планирует стать в будущем, рассчитывая на грантовое финансирование. Пока же создавать лаборатории и Центру детского творчества приходится на собственные средства. Тем не менее, первые шаги получились довольно твердыми. Вышла игра длиной в смену Центра дневного пребывания. Это площадка летнего отдыха детей, в этом году именно, которая позволяет совместить игровую и познавательную деятельность школьников, а также обучить профессиональным навыкам научно-технических дисциплин. Конкретно что они делают? Они посещают ежедневно лаборатории детского технопарка. Их шесть. Это НТМ, начальное техническое моделирование. Орбиталь, где они делают подделки летательных аппаратов и космических кораблей. Лаборатория Знаток, это первые шаги в электронике. Зелёный меридиан, основа и ландшафтного дизайна. Яйнштейн, это занимательная физика и химия. Ещё есть направление фото-взгляд, название которого говорит само за себя. В каждой лаборатории детям дают возможность реализовать себя в технической сфере. А то, что у них получается, отправится на выставку под названием «Инов арт». Она расположится здесь же, в Центре детского творчества, в конце смены. Проекты оценят жюри, лучшим вручат награды. О том же, насколько это интересно непосредственно детям, они рассказали сами. Мы работаем в лабораториях, делаем поделки. Также мы изучаем некоторые профессии, которые были в древности. Какие они сейчас, чем они сейчас занимаются. Нам рассказывают интересные факты о этих профессиях. Также нам устраивают всякие конкурсы, проводят игры, и мы участвуем в них. Мы ходим в бассейн, всякие подделки делаем. Мне тут очень нравится. Мы там делаем всякие научные дела. Для подведения итогов деятельности социально-экономического и других блоков в Кургазинском районе проводят специальные заседания Совета. Совет в том числе рассматривает наиболее актуальные вопросы, требующие изменения и дополнения. Накануне в районе прошло очередное 32-е заседание Совета Республики Башкорстан 3-го созыва. В соответствии со статьями 39-го регламента Совет решил включить в повестку дня несколько вопросов. С докладом о внесении изменений и дополнений в устав муниципалитета выступил Ахат Исламгулов. Основными темами его доклада стали участие в деятельности по утилизации и захоронении твердых отходов на территории, организация в подготовке кадров для муниципальной службы, преобразование района, исполнение обязанностей депутатов и другие. Волномочия депутата, члена выборного органа, местного самоуправления, выборного должностного лица, местного самоуправления иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращается досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнений обязанностей, установленных в федеральном законе от 25 декабря 2008 года номер 273 ФСД по противодействию коммунции. Следующим докладчиком заседания стала исполняющая обязанность заместителя главы администрации по социальной и кадровой работе Лира Терегулова. Она рассказала о состоянии работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по предупреждению правонарушений по итогам 2015 года и первого полугодия 2016 года. А в завершении своего доклада обратилась к присутствующим с просьбой поддержать профилактическую работу комиссии. Наверное, это общая задача, чтобы наши дети совершали меньше, скажем так, правонарушений и росли достойными гражданами, потому что одна комиссия сама будет, и ничего не сделано. Это наша всеобщая проблема и работа. И поэтому, проводя заседание комиссии, у нас в каждом заседании практически по 25 судей мы рассматриваем. То есть 20-25 протоколов, если взять за месяц, получается 50 протоколов составляется либо в отношении родителей, либо в отношении детей. Это достаточно большая цифра. Поэтому, конечно, профилактическая работа, она должна быть организована на всех уровнях, и с родителями в том числе. О состоянии и мерах по дальнейшему социально-экономическому развитию сельского поселения доложил Оскар Кинжалиев. Он поделился статистическими данными об изменениях в составе населения 10 близлежащих деревень, а также о площадях, количестве дворов, сельхозхозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах и объектах социально-культурного значения, находящихся на территории сельского поселения. Далее председатель комитета по управлению собственностью Минземьимущества Республики Башкортостан по району Марина Сычева выступила с докладом о передаче имущества в муниципальную собственность сельских поселений, а также о внесении изменений в решение Совета от 15 декабря 2014 года о принятии нормативных актов, регламентирующих порядок оформления прав пользования имуществом и определении годовой аренды имплаты за пользование муниципальным имуществом. Корректировки связаны с изменением объема безвозвездных поступлений из республики бюджета, на уточнение денежных средств, на счет остатка на начале года и переполнение доходной части бюджета муниципального района, а также при распределении в отдельном направлении расхода. Каждое внесенное предложение об изменениях и дополнениях были рассмотрены Советом, проведено голосование и принято решение. В этом году летняя занятость детей в Кумертау организована по целому ряду направлений. Это загородные и пришкольные центры, трудовые отряды с возможностью заработка, 8 дворовых площадок для разовых занятий, малозатратные формы отдыха с организацией походов. Словом, подрастающему поколению оставили широкое поле для безопасного применения своей энергии. Безопасность здесь понятие ключевое и остается одной из главных задач. В рамках следующего специального репортажа выясним, чем заняты дети в центрах с дневным пребыванием на примере школы номер 3. Все лагеря, особенно центры с дневным пребыванием, у нас имеют профильную направленность. У нас есть военно-патриотическая направленность, у нас есть по профориентации, у нас есть оздоровительная, у нас есть спортивная направленность, у нас есть интеллектуальная. Поэтому все, скажем так, сферы деятельности мы все учли при запросах родителей и организовали такие смены. Профессиональная ориентация – это в том числе про центр с дневным пребыванием при школе номер 3. Центр детский, однако распорядок устроен вполне по-взрослому. В 8.30 все собираются перед школой на утреннюю зарядку. Вожатые показывают движение, воспитанники повторяют, каждый в меру собственной заинтересованности. Заряд бодрости под музыку обеспечен. День начинается. После зарядки мы проводим кружки. Нет, сначала мы завтракаем, потом проводим кружки. А после кружков у нас уже могут быть экскурсии, коллективные творческие дела, спортивные соревнования, другие мероприятия. В общем, жизнь бурлит в лагере. Пока завтрак доходит до нужной степени готовности, в актовом зале общая планерка. Озвучивается план на день, дается теория в игровой форме. В день визита нашей съемочной группы основным событием дня стали Малые Олимпийские игры. На сцену пожаловали воспитанники в образах древнегреческих богов, которые рассказали о зарождении и общих принципах олимпийского движения. Тут же на месте экспресс-опрос для закрепления материала. Как звучит олимпийский лозунг? Лозунг. Ну-ка, переведите. Быстрее, выше, сильнее. Давайте проверим. Быстрее, выше, сильнее. Молодцы. Одна из важнейших составляющих дня, главная трапеза – завтрак строго по расписанию. На столах гречневая каша с молоком, хлеб, кофейный напиток, фрукты. На утро, например, молочные каши, сыр, яблоко, фрукты обязательно. На обед обязательно овощи. Первое – это супы, борщи, рассольники, молочные супы. На второе, например, курица отварная, рыба запеченная с картофельным пюре или с другими крупами. И напитки, кофейный напиток с компотом, чаи, витаминизированный. Хлеб обязательно. На утро, значит, у нас батон столичный идет на завтрак. А на обед у нас идет витаминизированный хлеб. Это ржаной первого сорта и высшего сорта пшеничный хлеб. Тоже витаминизированный. Специально приготовлен для детского питания. Звучит довольно просто. Но не стоит забывать, что приготовление даже обычной каши в таком количестве – это особое искусство. Отдельный талант – подать завтрак горячим. В этот раз, без сомнения, удалось и то, и другое. Это школьная столовая, где по утрам обычная гречка превращается в изысканное блюдо. Если не верите, попробуйте сами. Дополнительная порция всегда найдется. На занятия в кружках – полчаса. За это время и завтрак уляжется, и полезный навык закрепиться. Кружки устроены по принципу так называемой «карусели». То есть за одну смену по очереди все отряды пройдутся по всем направлениям. За каждое действие ребятам начисляются условные деньги. По общему сценарию смены дети попали на остров, который должны застроить по своему усмотрению. Условные денежные средства хранятся на сберкнижках и расходуются на строительство. Общее направление – профессиональная ориентация. Поэтому кружки дают практические навыки, например, в журналистике, кукольном мастерстве или танцах. В этом году мы очень много ходим на экскурсии. И хочется поблагодарить всех тех, кто нам эти экскурсии организовал. Вернее, разрешил посетить свои предприятия. Потому что это, оказывается, не так просто попасть на какое-то предприятие с экскурсиями. Мы даже посетили мастер-классы. От практических навыков к подвижным играм. Вернее, к малым олимпийским играм. Среди обязательных дисциплин – пионер-бол, челночный бег, прыжки в длину, полоса препятствий, футбол. В этот день вышло так, что детский спортивный азарт заразил не только их сверстников, но и взрослых болельщиков. Старшее поколение временами даже покидало трибуны для проверки и собственных сил. Я тоже думаю, мне надо было размахиваться. Опа! Ничего себе! Сильней! После так называемой основной программы – состязание добровольного характера. Те, кто не успел устать или хотел заработать дополнительные баллы, принимал участие в армрестлинге, прыжках на скакалке, кручении обруча. И если в первых двух дисциплинах победители определились сравнительно быстро, то обруч крутили, как в известной армейской присказке – от начала и до обеда. Финишировали Малоолимпийские игры в актовом зале. Там почести удостоились отдельные спортсмены и коллективы в целом. А сберегательные книжки отрядов пополнились новыми условными начислениями, каждому по заслугам. Скажите, понравилось вам сегодня? Да! Устали? Да! Молодцы, молодцы! Ну и лидеры – первое место, второй отряд. Молодцы, Лега! Ну а сейчас по отрядам и потом обед. После заслуженного обеда дети отправляются домой, где наверняка поделятся с родителями впечатлениями от очередного дня в центре с дневным пребыванием при школе номер три. Мне здесь очень нравится, потому что здесь весело, постоянно разные мероприятия. Я нашла много новых друзей из других классов. Очень интересно. Мы всегда ходим на разные экскурсии. Там придумывают много разных игр. А нравится тебе лагерь? Да, очень нравится. А почему? Потому что каждый день мы ходим куда-то. Куда-то ходим, и всегда очень весело. Просто это летом самое незабываемое. Мне нравится, потому что мы ходим в кино и в парки ходим. Там очень интересно играть и заводить новых друзей. Мы сегодня занимались, ходили в химчистку и узнали, как делаются и шушатся ковры. Вот, например, как шубу, ее нельзя стирать в обычной машине. А там специальная машина, которая может стирать те приметы, которые нельзя. Вот так и проходит день для детей в центрах дневного пребывания при школах. Регулярное питание, подвижные игры и прочее. Словом, все, что нужно ребенку в этом возрасте. Владимир Антошкин, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». На минувшей неделе телерадиокомпания «Арис» высадила свой дюсант в детском оздоровительном центре «Горное эхо». Сотрудники телевидения, радио и редакции газеты провели для детей мастер-классы, каждый по своему направлению. А заодно узнали, что в этом году центр перевоплотился в киноконцерн. Все три смены посвящены Году российскому кино. С воспитательной программой «Эхофильм» представляет летние приключения. Наш корреспондент Гульнас Филатова расскажет, как все это выглядело изнутри. В первую смену в лагере «Горное эхо» все девять отрядов были объединены в девять киностудий. А вожатые стали продюсерами. Каждый день рассматривался определенный жанр кинематографа. На новой летней эстраде показывались ежедневно фрагменты различных кинофильмов. Сцена наша большая, удобная, места в зрительном зале комфортные, крыша. Теперь, когда дождь, нам совершенно не страшно. В любую погоду мы там проводим мероприятия. Видеопроектор, смотрим фильмы, делали открытый кинопоказ. Также у нас произошли изменения. Мы обновили наши бани. Теперь там тоже комфортные условия. Закупили новые столы, стулья в обеденный зал, чтобы было все красиво, по-домашнему, уютно. Ну и ежегодный ремонт косметический, который мы делаем, чтобы приезжая домой, дети из года в год, как они уже приезжают в лагерь, говорят, мы приехали домой. Мы очень хотим, чтобы эта тенденция дома, уюта, она оставалась на протяжении следующих лет. Наша телерадиокомпания посетила центр «Горное эхо», чтобы поделиться профессиональным опытом. Сотрудники радио предложили ребятам прочесть новости в прямом эфире, предварительно проведя кастинг среди всех желающих в каждом отряде. Победители смогли себя испытать в роли настоящих радиодиджеев. Вчера в лагере «Горное эхо» происходило общелагерное мероприятие, где ребята разделились на команды и захватывали базу противников. Для этого использовали лазерное оборудование. Командам раздали лазерное оружие, при помощи которого они стреляли друг с друга. При попадании на голове светилось и вибрировала повязка. Были случаи попадания в своих. В ходе игры убедила команда первого отряда. Добрый вечер, дорогие слушатели нашего радио. С вами МС Белка. Сегодня с утра я открыла окно, на улице было свежо. И я с уверенностью поняла, что этот день можно смело назвать самым лучшим. И об этом наша следующая композиция «Самый лучший день». Григорий Лепс, не пропустите. Молодец. Умница. Я на самом деле никогда не думал стать каким-нибудь журналистом. Я более по спорту, я занимаюсь хоккеем, хотел бы карьеру свою продолжить хоккей. Но почему-то это тоже заинтересовало немного после того, как вы приехали к нам. Было очень интересно смотреть за тем, как работает вообще аппаратура, как это сложно. На самом деле понимаешь, какой это труд. Наши операторы показали ребятам, как правильно пользоваться видеооборудованием. И рассказали о технических особенностях съемки. Также дети сами смогли поучаствовать в съемочном процессе, собственноручно испытав камеры. Я узнала, что когда на камере нужно снимать, нужно нажимать красную кнопку. Еще то, что раньше фильмы и сейчас озвучивают. Мне понравилось очень снимать с камеры. На камере очень много разных кнопочек, чтобы приближать, отближать. Чтобы снимать, можно останавливать съемку. Мне понравилось то, что мы снимали камеры, как мне все объяснили, как снимать камеры. Не надо стесняться, когда снимают. После развлекательных мероприятий дети смогли посетить бассейн. В лагере их всего три. Различные глубины рассчитаны на возраст детей, начиная с младших групп. По правилам, предварительно ребята идут в баню. А во время купания находятся под присмотром инструкторов, прикрепленных к каждому отряду. Отдельно для девочек и для мальчиков соответствующего пола. С удовольствием бассейн посещают даже те, кто не умеет плавать. Плаваем в кругах. Мы играем в догонялки, плаваем. Очень весело. Еще нас на стадионе обливали. Была пенная вечеринка, дискотеки. Хоть и короткие, но и очень веселые. Мне нравится, что мы каждый день ходим в бассейн. Мне нравится, что мы вчера ходили в озеро. Ну, в принципе, вообще, первые впечатления лагеря у меня были вообще хорошие, но и сейчас тоже. Я приеду сюда еще раз. А возможно, еще и еще. Дома скучно, а здесь хоть как-то веселее. У нас каждый день мероприятия, всякие конкурсы, праздники. В течение всей смены для детей проводилось множество викторин и мероприятий, посвященных кино. Кроме того, ребята смогли поучаствовать в военно-спортивной игре «Лазер так», посетить пещеру Мурадымова и узнать много нового и полезного. Вспоминать, наверное, будем многое. Наши посиделки возле свечки, с гитарой. Когда каждые отряды собираются на прощальные свои огоньки, рассказывают, что им понравилось за день, что им немножко не понравилось, что бы вы хотели улучшить. Ну и самая, наверное, интересная игра – это была 22 июня, когда мы бегали по лагерю и испытывали то, что началась война. Самые запоминающиеся праздники и вещи были в лагере, как был День Нептуна, мы обливались пень в воде, ходили на костерки, жарили хлеб, пели песню у костра под гитару. Ездили в Мурадымово, там было очень классно, мы ходили в пещеру, сидели тоже у костра, жарили зефирки, пели песню. По словам руководства центра, завершится смена кинофестивалем «Кинокадрик», где дети покажут отснятые их студиями видеоролики. И им будут вручены премии в различных номинациях, таких как за лучшую мужскую роль, за главную женскую роль, роль первого плана, режиссерскую работу и так далее. Вечер пятницы минувшей недели украсила празднование Дня Молодежи. В этом году организаторы постарались максимально пенно отметить это событие. Вечерняя программа на площади Советов, пожалуй, мало кого не наградила яркими эмоциями. Репортаж с праздника в завершение итогов недели. Выходные на этой неделе получились довольно жаркими, как в плане погоды, так и в части праздничных эмоций. И, пожалуй, для того, чтобы немного остудиться, вечером в пятницу на День Молодежи всех желающих расстреливали из пенной пушки. Это развлечение стало гвоздем программы в рамках вечерней дискотеки на площади Советов. С 8 часов мы начинаем пенную вечеринку, жаркая пятница. Сегодня мы разыграем 8 сертификатов в разные места нашего города, дабы доказать горожанам, что в городе Кумертау есть куда пойти, есть чем заняться. Не все же в интернете сидеть. Нужно все-таки выходить, нужно вместе объединяться, нужно дружить, нужно проводить вместе время ярко, с драйвом, с позитивом. Организаторы праздника не поскупились и на подарки, которые разыгрывали прямо на сцене. Для того, чтобы получить билеты в кино, абонемент в бассейн, спортивный зал или на аттракционы в парке, участникам пришлось постараться. Надували на скорость воздушные шары, попадали в ритм песни, ударяя в тарелки, или приседали с девушками на закорках. Тяжело победовать? Ну, как сказать, ну, нелегко. Как думаешь, нужны такие праздники городу? Да, конечно. Побольше бы таких праздников. А почему? Зачем они? Ну, молодежь развивать. А то город пустеет, а молодежь гуляет не знает где. А вот такие вот праздники их совмещает. Я объявляю лето. Я объявляю лето. Организовал праздник молодежно-подростковый центр «Самоцвет» и его сотрудники разбавили дискотеку выступлением местных танцевальных коллективов и певцов. Но насколько праздник удался, судить разновозрастным участникам и наблюдателям дискотеки. Однако совершенно точно можно сказать, что День молодежи – это праздник тех, кто в первую очередь молод душой. Сегодня у нас такой прекрасный праздник. Подготовили «Самоцветы» – «Вена вечеринка». То есть первый раз у нас такой грандиозный праздник устроили. Хочу поздравить всех. Всего хорошего, чтобы в жизни было хорошо, все получалось. Ну что еще сказать? Здоровья, счастья. Я поздравляю наших горожан любимых, также молодежь поздравляю с их праздником. Желаю успехов в продвижении, скажем так, чтобы они всегда оставались такими же яркими, позитивными, летними. Не теряли надежду в себя, стремились к чему-то большему и вообще были такими же активными. И продвигали наш город. Сейчас многие ребята общаются только через, скажем, гаджеты, телефоны, интернет. Нужно создавать сообщество или просто собирать людей где-то, чтобы они общались друг с другом, чтобы они встречали себя друг с другом, общались больше, виделись. Чтобы общение какое-то происходило, а не просто в домах погруженные в интернет. Меня зовут Владимир Антошкин. Это были итоги недели. Я с вами прощаюсь. Смотрите нас по воскресеньям. Архив программы на сайте arisdefist.ru. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова